Всем привет! Этот аудиоподкаст будет про испытания близнецов Мунгшур и Энгшур Нормандах. Кстати, Мунгшур в 17-м году стала первой женщиной-чемпионкой мира по запоминанию. Это очень сильно. Ей, кстати, всего 19 лет. В чем же заключалось испытание близнецов на шоу «Удивительные люди»? В студии было 1200 роз двух цветов. Красные и белые. И всего было 9 минут, чтобы запомнить последовательность, в которой были расположены эти цветы. Чтобы выполнить это задание, нужно Первое. Нужно иметь близнеца, но это не обязательно. Второе. Нужно иметь дворец памяти примерно на 100 мест. Третье. Вам нужно знать образные коды минимум для чисел от 00 до 99. Лучше, конечно, для чисел от 000 до 999, но до сотки, если вы будете знать образные коды, тоже сойдет. И последнее. Вам нужно уметь запоминать бинарные цифры. Бинарные цифры – это последовательность нулей и единиц. 101, 0100, 0000101 и так далее. Это для тех, кто не знал, что это такое. Причем здесь бинарные цифры. Дело в том, что последовательность цветов очень похожа на бинарную последовательность, где красный цветок – это 1, а белый цветок – это 0. Как это все кодировать и как это все запомнить? Прямо сейчас возьмите листок и запишите такое соотношение. 0100 равно 0, 001 равно 1, 011 равно 2, 111 равно 3, 110 равно 4, 100 равно 5, 010 равно 6, 101 равно 7. Эти соотношения бинарных цифр и обычных нужно выучить. А дальше все очень просто. Берем первое место в нашем дворце памяти. Ну, пускай, как всегда, это будет наш любимый стол. И дальше размещаем такую последовательность цветов. Красный, белый, красный. Белый, белый, красный. Помните, у нас красный – это единица, а белый – это 0. Еще раз наша последовательность. Красный, белый, красный. Это 1, 0, 1. И белый, белый, красный – это 0, 0, 1. 1, 0, 1. Посмотрите в свои записи. Это у нас получается цифра 7. А 0, 0, 1 – это цифра 1. Соединяем, и получается число 71. Образ для числа 71 – это сок. И мы представляем на столе сок. Дальше мы смотрим на следующую последовательность. Белый, белый, красный. Красный, белый, белый. Это получается 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1 – это единица, а 1, 0, 0 в нашей табличке – это цифра 5. Соединяем, получается число 15. А образ для числа 15 – это кепка. Добавляем ее к соку. Можно представить, как на столе стоит сок с кепкой. Или гуляет по столу сок с кепкой. И так нужно делать со всеми остальными цветами. Давайте подведем небольшой итог. Что мы сделали? Для нас последовательность цветов – это бинарный код. Бинарные цифры мы переводим в числа. Числа – в образы, а образы мы размещаем в дворцах памяти. Звучит, конечно, все запутанно. Но на самом деле не все так страшно, как звучит. В задании у нас получается 1200 цветов. На одном месте в дворцах памяти мы поместили два числа. В данном случае это 71 и 15. А это 12 цветов. Ну, математика простая, получается, чтобы выполнить это испытание, таким способом, который я предложил, нам нужно иметь 100 мест в нашем дворце памяти. На этом все. Под видео будет ссылка на полное выступление участников, а также ссылки на всякие полезности. С вами был Андрей Сафронов. Услышимся дальше. Продолжение следует...